Нередко китайскими императорами становились еще совсем юные мальчики. В этом случае назначался регент, который принимал за императора все важные решения, а воспитанием юного императора занимаясь уже не родители, а дворцовая прислуга высшего ранга и даже императорские наложницы. Даже не жены, а просто наложницы. Одной из таких наложниц стала Дуанькан. Она воспитывала последнего императора Пу-И и была в родстве с вдовствующей императрицей Цеси. В воспоминаниях Пу-И, они изданы на русском, издательством Вагриус в 2006 году, уделено немало места Дуанькан. Известно, что, по крайней мере, первый десяток с лишним лет на троне Пу-И откровенно побаивался своей августейшей матери. Будучи по происхождению манчжуркой, она, тем не менее, стояла за классические строгие методы китайского воспитания и была весьма сурова с малолетним императором. Неудивительно, что каждый раз, будучи призванным к Дуанькан, Пу-И наводил у евнухов справки о ее расположении духа. На страницах упомянутых мемуаров описывается случай, врезавшийся мальчику в память. Речь идет о том, как некий евнух по имени Ли Чан Ань, желая подольститься к сыну неба, преподнес ему в подарок роскошную с точки зрения Пу-И, военную форму и чулки. Проблема была в том, что чулки были не китайского, а заморского английского, то есть варварского производства. А детский воинский наряд, и того хуже, копировал униформу генералов новой республиканской армии. При нарядившейся в обновке Пу-И и незадачливый евнух были немедленно проучены Дуанькан. Бедняга придворный был безжалостно избит палками, а сыну неба пришлось выдержать серьезный нагоняй. Дуанькан в буквальном смысле орала на своего повелителя, требуя, чтобы тот немедленно снял с себя бесовскую одежу и обрядился в подобающие его званию традиционные придворные наряды. История с униформой и чулками выглядит невинно по сравнению с трагедией, разыгравшейся в запретном городе в сентябре 1921 года. Пу-И иногда перечил Дуанькан, но обычно это ничем хорошим не заканчивалось. Однажды Дуанькан уволила императорского врача. Пу-И разозлился, что какая-то наушница взяла на себя такие полномочия и отчитал ее за это. Тогда Дуанькан решила хитро отомстить Пу-И. Она вызвала к себе мать и бабушку Пу-И и потребовала их отчитать Пу-И и вообще уважительно к себе относиться. При этом несчастные были поставлены на колени. В результате мать Пу-И покончила с собой, а Дуанькан на время притихла, хотя и продолжала свои козни. Успела Дуанькан также поруководить и личной жизнью своего подопечного. В положенные 16 лет сыну неба показали портреты маньчжурских девушек, из которых ему следовало выбрать спутницу жизни. Выбор Пу-И пал на 13-летнюю Вэньсю. Но поскольку у Дуанькан были другие виды на женитьбу императора, бедняжке пришлось удовлетвориться статусом наложницы и притворной дамы. А первой леди несуществующей империи стала другая Ваньчжун, бывшая немного старше и намного богаче Вэньсю. Женитьба императора на удобной Дуанькан невесте была, насколько можно судить, последним ее успехом в дворцовых интригах. Еще каких-то два года и очередной генерал-милитарист, захватив Пекин, вышвырнет ставшего ненужным декоративного императора вместе с его двором из запретного города. После этого Пу-И ожидают 7 лет пребывания в почетной ссылке Тяньцзиня, а затем номинальное владычество в Маньчжбоу-Го. Но этого Дуанькан уже не застало. Она скончалась в том самом 1924 году, когда Пу-И был изгнан из Пекина. О ее смерти достоверных сведений не имеется. Субтитры создавал DimaTorzok